Родственный клан Рамзана Кадырова из 158 чиновников в Чечне, 30% это члены семьи главы региона, 23 односельчане и 12 его друзья и их близкие. Сразу несколько родственников и односельчан главы Чечни Рамзана Кадырова в июне заняли должности в руководстве республики и России. Насколько влиятельны родные Кадырова в республике? Кто самые значимые люди в Чечне? Русская служба BBC составила подробную карту чеченской власти. Чечня один из самых датируемых, самый консервативный и вероятно самый известный за пределами России регион. Бессмертный лидер Чечни Рамзан Кадыров часто называет себя верным пехотинцем Путина. Он имеет карт-бланш на такие заявления и действия, которыми не может похвастаться ни один другой российский губернатор. От публичных угроз оппозиции до роли главного связного с исламским миром. Есть еще одна особенность, которая отличает Чечню от других российских регионов. Почти вся система управления республикой завязана лично на самого Рамзана Кадырова и на близких к нему людей. Ближний круг Кадырова это то, что в английском языке называется Trust Network. Сеть, построенная на доверии. Это люди близкие, люди которым можно доверять не только потому, что ты их знаешь, а потому, что ты с ними связан чем-то большим. Статус-по, который мы имеем сегодня в Чечне, это военное управление, им управляют военные люди. В этом смысле интересны параллели с Кремлем, потому что там же, в основном силовики, сейчас Совет Безопасности становится важнейшим органом принятия внутриполитических решений. Потому что, в принципе, политика сегодня построена именно на безопасности. Однако в самой Чечне ничего удивительного в пристрастии Кадырова к назначениям людей из его окружения не видят. В российском законодательстве есть понятие конфликт интересов на госслужбе. Подразумевается, что люди, которые связывают личные отношения, не должны работать на таких должностях, где бы их личные отношения могли помешать объективному принятию решений. По словам министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, то, что Кадырова окружают люди, которые учились, росли и воевали с ним, вряд ли подходит под определение конфликта интересов. «Стратегия Кадырова в том, чтобы бороться с коррупцией, а не развивать ее», считает Умаров. «Кадыров окружался людьми своего поколения, выходцами из своего села, по той причине, что они обязаны ему всем, что у них есть, и это является гарантом их преданности», считает бывший лидер чеченской оппозиции Ахмед Закаев. «Стратегия Кадырова в том, чтобы бороться с коррупцией, а не развиваться с коррупцией, а не развиваться с коррупцией, а не развиваться с коррупцией». «Стратегия Кадырова в том, чтобы бороться с коррупцией, а не развиваться с коррупцией».